Московский городской суд 31 октября вынес решение о закрытии информационного агентства Росбалт. Иск о прекращении деятельности был подан Роскомнадзором. Дабы разобраться в правомерности таких действий, комиссии общественной палаты по поддержке СМИ и президентский совет по правам человека собрались на совместном заседании. Это очень серьезное, очень крупное средство массовой информации, официально зарегистрированное, давно работающее на рынке. Имеющие свои традиции. И вот это вот закрытие, это очень опасный прецедент для, в целом, для развития средств массовой информации в России. Вообще, так сказать, всякое закрытие средств массовой информации есть суть события чрезвычайная. Проблема была создана не Роскомнадзором, а Государственной Думой. Они смешивают деликты уголовные и деликты административные. Тогда вообще зачем нам два кодекса, уголовный кодекс и кодекс административных правонарушений? Давайте установим один кодекс, уголовно-административный. Давайте отменим Конституцию, которая разделяет эти виды ответственности. На самом деле, несовершенно эти поправки, которые были внесены в четвертую статью закона о средствах массовой информации, этот законопроект, последняя, в чем нуждается наше Отечество, последний закон, который должна бы принимать Государственная Дума. Здесь присутствует Борис Львович Резник, но Борис Львович не тот человек, который бы здесь должен был присутствовать от Думы. Борис Львовича мы все глубоко уважаем и любим, и именно поэтому он не тот человек. Не просмотрел Борис Львович ничего, он просто не может, как голландский мальчик, пальчиком сдыкать дырочку, в которую уже пролезет слон. Борис Львовича Резника для этого не хватает в Государственной Думе Российской Федерации. А она принимает соответствующие законы, принимает их массированно, и все на одно лицо, и все так или иначе усиливают репрессивную составляющую нашего общества. И мы поняли, что в принципе этот закон и действия Роскомнадзора так устроены, что вы можете соглашаться с их предложениями, не соглашаться. Вы можете обжаловать их предостережения, это вообще никого не интересует. Они подают иск в суд еще до того, как закончился срок обжалования предупреждений. То есть мы имеем ситуацию, при которой юрист Роскомнадзора принимает решение о закрытии средств массовой информации. Мне кажется, что в принципе наша ситуация показала, что невозможно, чтобы решение о закрытии средств массовой информации было принято, в общем-то, принято чиновникам. Мы должны обязать тот же самый Роскомнадзор, чтобы был рабочий орган какой-то при них, при Совете по правам человека, при Госдуме, который бы эти темы рассматривал. И тогда вопроса избирательности бы не было. Тогда действительно, да, мы виноваты. Мы признали, что мы виноваты в чем-то. Участники заседания обратятся в Верховный суд с просьбой разъяснить статью 4 закона о СМИ в части недопустимости использования нецензурной лексики. Кроме того, обращения будут направлены и в Общественный совет при Роскомнадзоре, представители которого, кстати, не присутствовали на заседании. Информационная агентство «Росбалт» распространило публикацию. В Краснодаре горожане задержали буйного южанина Стопором. К ней есть претензии? Там есть нарушение закона? Нет. Нет. К ней прикреплен доступный... Что значит прикреплен? Дыроколом. Дыроколом прикреплен, скрепкой. А что касается того, что такое нецензурная брань, то мне очень понравилась вот здесь строчка из решения Мосгорсуда. Нецензурное обозначение женщины распутанного поведения на букву «Б». Вот понимаете, вот хоть стой, хоть падай. В судебном решении. DVD-диск, который фигурировал в качестве подтверждения факта того, что был распространен некий продукт, некое изделие «Росбалта», он был пробит дыроколом и стал нечитаемым. Тем не менее суд пошел на то, что взял аналогичный материал из Ютьюба, мол, какая разница, все они одним миром мазаны. Ну, это примерно действие такое же, как если бы, допустим, вместо ножа, который использовался для совершения преступления, взять любой другой нож из столового прибола, рассказав, что это, в общем-то, примерно все одно и то же. У меня подозрение, что нас предупреждают, если кому-то, какой-то структуре власти, не угодно той или иной СМИ, то его могут закрыть под любым предлогом. Придумали экстремизм. Кто будет решать, есть в моих книгах экстремизм или нет экстремизм, или есть в вашем издании экстремизм или нет. Я помню, когда за серьезные очень позиции Павла Николаевича Гусева и за его серьезные статьи, которые он публиковал в своей газете, каким гонениям он подвергся. Я хорошо это помню. И все вот сегодняшнее наше совещание и сегодняшние факты, которые произошли, меня очень угнетают. Как бы это ни было началом гонений. Нам надо никогда проявить то, что называют солидарностью, журналистской солидарностью. И, наверное, не только журналисты, но и другие общественные силы страны, которые должны понять опасность вот этого шага. Это явление, еще раз хочу повторить, совершенно неприемлемое, нетерпимое. Это робкая такая проба сил для того, чтобы и дальше, когда это кому-то необходимо, вот так вот прихлопывать средства массовой информации. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok